Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И мы говорим на такую тему, что же посеять после томатов, после того, как мы освободим наши грядки или теплицу от этих посленовых растений. Первое, что мы принимаем во внимание, когда формируем понимание о том, что сеять после томатов, это грунт, в котором мы выращивали этот овощ. Если мы выращивали томаты на отдельной грядке в открытом грунте, то здесь ситуация немного проще. Без зазрения совести можно высевать после уборки томатов все традиционные салатные культуры, например, рукола, шпинат, укроп, петрушка, также корнеплоды раннего срока созревания, например, редис. Вместе с этим на томатной грядке можно высевать любые доступные вам сидираты, например, рапс, горчицу и так далее. И возвращаться с рассадой томатов на это место не ранее, чем через 3-4 года. Это то время, которого хватит для того, чтобы возбудители, например, фитофтороза, которые активно размножаются в почве, зимуют в почве, живут на растительных остатках, находящихся в почве, чтобы они там погибли. А с соблюдением культуры севооборота, с учетом солнышка, воздуха, воды и вообще технологии возделывания овощных культур, оздоровление почвы, так же, как и ее повышение плодородия, будет происходить в штатном режиме. Если грунт закрытый, как в нашем случае, это теплица или парник, то мы имеем дело с условиями в закрытых, регулируемых условиях выращивания. Есть такое понятие в овощеводстве. И здесь ситуация уже немного сложнее, поскольку идет параллельными шагами, наряду с уменьшением плодородия почвы, которая находится в теплице, так же и накопление инфекции. Например, увеличивается вирулентность болезней, которые зимуют в почве на растительных остатках в теплице. Поэтому, когда мы говорим о том, что же посеять после томатов в теплице, перед нами встает сразу две задачи. Это повышение плодородия в теплице и также снижение той фитопатогенной активности, которая остается после томатов в почве. Основные элементы питания, которые активно выносятся из почвы томатами по мере их роста и развития, являются азот, фосфор, калий, также кальций и магний. Установлено, что для формирования 10 килограммов плодов томатов потребуется порядка 17 граммов азота, 30 граммов калия, 5 граммов фосфора, порядка 10 граммов кальция и 5 граммов магния. Поэтому необходимо подбирать сидираты, которые будут восстанавливать как минимум запас этих питательных элементов в почве. Для того, чтобы обогатить почву в теплице азотом, традиционно подбираем бобовые сидираты. Конкретно в начале сентября, к середине сентября лучше высевать в теплице такие бобовые, как вика или горох. Для того, чтобы повысить содержание калия в почве, а также улучшить структурность почвы, пористость почвы, необходимо включить сидиративную смесь, такой сидират, как овес. Он будет повышать в среднем содержание калия в почве порядка 30%. Яровой рапс повысит содержание фосфора в почве, в том числе достанет тот фосфор, который был недоступен корням томатов в более глубоких ее слоях. Для того, чтобы повысить антифитопатогенный потенциал почвы после того, как в ней выращивались томаты, лучше всего включить сидиративную смесь, горчицу белую. Она крайне негативно воздействует на возбудителя фитофтороза томатов. Сейчас на примере теплицы Владимира Федоровича мы составим грамотную сидиратную смесь, поместим ее под еще растущие растения томата. Как видно, нижний ярус томатов уже очищен и от плодов, и от листьев. И верхний ярус скоро будет убран, поэтому, чтобы не терять время, которое будет постепенно характеризоваться снижением температур, важно приступать к посеву сидиратов уже сейчас, в начале сентября в теплице. Для этого я приготовила такие сидираты, как овес. Это будет порядка 50% нашей сидиративной смеси. И остальные 50% придется на рапс, на горчицу и на горох. Все эти культуры смешиваем ориентировочно в одинаковом объеме, перемешиваем и затем удаляем растительные остатки из-под растений и томатов и сплошным севом высеваем сидиративную смесь. Также для повышения общего плодородия почвы в теплице можно использовать, например, бактериальные препараты, которые по-другому называются бакаши, как в моем случае. И также препараты, которые содержат полезные микроорганизмы, например, триходермы. Как я уже говорила ранее, обязательно убираем все растительные остатки, которые находятся на земле. Затем их заложим в компост. Снимаем небольшое количество грунта. Сплошным севом рассыпаем нашу сидиративную смесь. Присыпаем грунтом. И если почва поверхностно не увлажнена, если нет на поверхности почвы какого-либо мульчирующего материала, то не забываем пролить. Ориентировочно через полтора месяца после высева сидирата в теплицу у вас будет достаточно хорошая вегетативная масса этих растений. Вы их заделаете, если это не сделает раньше за вас понижение температуры в той местности, в которой вы живете. И на следующий год можно возвращать томаты снова на это же место, где вы их и выращивали, поскольку культура томатов отличается хорошей самопереносимостью. Но наряду с оздоровлением почвы необходимо также позаботиться и о дезинфекции теплицы перед сезоном, о чем мы, конечно, расскажем в последующих видео. Если у вас в одной теплице выращиваются и томаты, и огурцы, и бахчевая культура, например, арбузы, дыни, а также и перцы, и посленовая культура, например, баклажаны, то имеет смысл внутри теплицы также вести чередование культур, менять местами посленовые культуры и тыквенные культуры, то есть, например, помидоры и огурцы. Нежелательно после помидоров высаживать дыни или арбузы, поскольку корневая система у этих культур практически одинаковая, залегает на практически одну и ту же глубину почвенного горизонта. Таким образом, как томаты, так и арбузы и дыни, они одинаково выносят элементы питания из почвы, поэтому не чередуем эти культуры в одной теплице. Надеюсь, это видео поможет вам принять правильное решение, что же посеять после томатов на грядке или в теплице. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Радуйте нас лайками и подписками. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова